МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карганинском. В студии работает Айнур Женосова. И в начале выпуска коротко о главных событиях дня. В первый день весны Казахстан празднует День Благодарности. Мероприятие состоялось в Театре имени Станиславского. Оно запомнилось выставкой Кумыса и уникальных экспонатов Краеведческого музея. Бывший заместитель Акима Караганинской области проходит подозреваемым по делу о хищении более 36 миллионов тенге. Дело находится в ведении Национального бюро по противодействию коррупции. Карагандинские школьники соревновались на диване спецодежды пожарного, разворачивали пожарные рукава, а также пробовали блюда полевой кухни. 1 марта отмечается Международный день гражданской обороны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первый день весны Казахстан празднует День Благодарности. Мероприятие, приуроченное к празднику, состоялось в Театре имени Станиславского. Оно запомнилось выставкой Кумыса и уникальных экспонатов Краеведческого музея. В жизни красавцев вошел и точно выявится замечательный раз и День Благодарности. Сегодня в Театре имени Станиславского особенно людно. Горожане, художники, местные производители и представители этнокультурных объединений собрались, чтобы вместе отпраздновать День Благодарности. Имеет смысл и то, что праздник, пробуждающий в людях добрые отношения друг к другу, совпадает с первым днем весны. Льется рекой Кумы, станцуют дети, радуются все присутствующие. И с этим замечательным праздником спешат поздравить представители этнокультурных объединений. Я хочу в этот прекрасный день, светлый день, первый день весны поздравить всех казахстанцев, моих земляков с этим прекрасным праздником. Я всем желаю мира, здоровья, благополучия и процветания нашей Родины. На выставке художники представили внимание у карагандинцев свои работы, темой которых стала любовь к многонациональному Казахстану. На одной из картин участники мероприятия написали спасибо на разных языках мира. Не остался в стороне и Акимобласти Ерлан Кошанов. Среди множества картин были и те, что нарисованы детьми. Здесь 21 картина регионального представительства клуба ЮНЕСКО. 9 картин из войлока, большие работы. Ну и в основном творческая работа представлена именно этими двумя выставками. Праздничная программа продолжилась показом спектакля по поэме Галыма Жайлабая «Карау Рамал». Она рассказывает историю военнопленных, которые провели долгие годы в заточении. Напомним, День Благодарности, несущий в себе и радость, и грусть, отмечается с 2016 года. Токжан Лянов, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинском частном детском саду трехлетний ребенок отравился уксусом из-за невнимательности матери. Об этом заявляют воспитатели. Женщина проходила стажировку на должность повара. Она и принесла в дошкольные учреждения опасную жидкость. У руководителей детского сада сообщают, что женщина водит сюда двух детей. Кроме того, она попросилась на работу в качестве повара. В тот злополучный день она хотела приготовить пирог. Принесла из дома продукты, среди которых и был тот самый злосчастный флакон с уксусом. Наш повар уходит с работы в пять, а Фируза домывает посуду и сама закрывает помещение, сдает ключи охране. В тот день она хотела приготовить пирог. Принесла уксус из дома. У нас в детском саду уксуса никогда не было. Когда она пошла забирать младшего ребенка, старший захотел попробовать уксус. Охранник увидел плачущего ребенка. Мы вызвали скорую. Уксус обжег только губы ребенка. Он его не глотал. Она извинилась перед нами, сказала, что не знала, что нельзя приносить продукты с собой. Ребенок госпитализирован в областную детскую клиническую больницу с ожогами ротовой полости. На сегодняшний день состояние ребенка стабильное. Он находится в палате, принимает пищу. Вся необходимая медицинская помощь, оказывается, сообщили в областном управлении здравоохранения. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Бывший заместитель Акима Карагандинской области проходит подозреваемым по делу о хищении более 36 миллионов тенге. Дело находится в ведении Национального бюро по противодействию коррупции. Согласно информации, представленной Национальным бюро по противодействию коррупции, бывший чиновник заподозрен в хищении в группе лиц по предварительному сговору около 36 миллионов тенге из бюджета. Другие подозреваемые по делу являются должностными лицами Управления координации занятости и социальных программ региона. Похищенные средства выделялись на покупку средств передвижения для инвалидов. В итоге стоимость подставок и инвалидных кресел была завышена, а сами средства не соответствовали заявленным требованиям. Суд постановил арестовать экс-зам Акима и трех его подельников. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глава государства в своем послании на роду страны «Рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни» подчеркивает, что госслужащие новой формации должны сократить дистанцию между государством и обществом. Это предусматривает постоянную обратную связь, живое обсуждение и разъяснение людям конкретных мер и результатов государственной политики. Отсюда и вытекает цель данного мероприятия – установление доверительных отношений между департаментами и гражданами, информирование граждан об основных направлениях деятельности уполномоченных органов, разъяснение законов о государственной службе и о противодействии коррупции. Ознакомим вас с деятельностью Национального бюро. Сегодня группа студентов юридического факультета посетила департамент Национального бюро с экскурсией. День открытых дверей проводится здесь ежегодно. Будущим юристам рассказали об особенности профессии и об этапах поступления сюда на службу. Национальное бюро в составе агентства было наделено функциями по выявлению, расследованию коррупционных преступлений, то есть функциями правоохранительного органа. Определена подследственность, подведомственность тех статей Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, которые именно могут быть в орбите Национального бюро. Одно из основных требований – это пройти оценку личных качеств. Это тоже определенные условия, в которых по оценке личных качеств оговаривается, имеет ли сотрудник, кандидат те качества, которые необходимы для деятельности в правоохранительной службе. Ребят отбирают как по физическим, так и по моральным и психологическим показателям. Так, например, одним из этапов поступления является полиграф, в народе называемый детектор лжи. Это делается для того, чтобы исключить из рядов потенциальных сотрудников ведомых и особо впечатлительных. На полиграфе определяется, участвует ли претендент в каких-либо запрещенных религиозных движениях, а также имеет ли он дело с запрещенными наркотическими препаратами. «Различным видом религиозным, то есть организациям, в частности, то есть деструктивным религиозным организациям, участие в организационно-профессорхе, в группах, склонность к наркотическим веществам, то есть к употреблению, также алкоголю. То есть все эти вопросы в зависимости от тематики будут задаваться вопросы. Естественно, предварительно все вопросы будут осуждаться, то есть здесь нет такого, что вам неожиданно будут задаваться вопросы». Многих молодых специалистов привлекает и система начисления заработной платы. Начиная от минимальной суммы в 120 тысяч, в зависимости от стремления, в первый год или три зарплату можно увеличить вдвое. «При службе, положительных отзывах, рекомендациях руководителя, он может еще применяться к денежному довольствию, различные надбавки, там за оперативность, за классность. Ну, максимально при стаже от года до трех лет, максимально может получить до 200-250 тысяч». Такие встречи имеют еще и профилактический характер. Студентам показали ролик, где перечислили нарушивших закон чиновников. За прошлый год задержанных было больше сотни. По коридорам и кабинетам бюро для ребят была проведена экскурсия. Здесь становится понятно, куда можно угодить, если нарушить закон о коррупции. В Каргадинской области создан единый кул-центр для помощи в оформлении наружной рекламы на государственном языке. Получить консультацию можно, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram. В областном управлении по развитию языков заявляют, что эта услуга абсолютно бесплатная. Она касается именно наружной рекламы. Языковеды также отмечают, что она не занимается переводом, но проверяет, правильно ли написан на казахском языке рекламный текст, название фирмы или магазина. Взрыв бытового газа, различные аварии и дорожно-транспортные происшествия, природные катаклизмы и объявления войны. О том, как вести себя при чрезвычайных ситуациях, рассказали школьникам Каргадинской области. На базе пожарной части номер 17 прошел день открытых дверей в честь Всемирного дня гражданской обороны. Айдана Акрам ученица 36-й школы. Теперь она знает, как вести себя при чрезвычайной ситуации и как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Школьница посетила мероприятие, посвященное Всемирному дню гражданской обороны. На базе пожарной части номер 17 для участников провели экскурсию, демонстрацию экстремедицинской помощи при чрезвычайной ситуации, показали технику и спецсредства и многое другое. Сегодняшнее мероприятие прошло на высшем уровне. Мне очень понравилось. Хочу, чтобы такие мероприятия проводились чаще. В моем понимании гражданская оборона – это защищать родину, землю. Также для участников мероприятия были организованы различные состязания. Школьники соревновались между собой в перетягивании каната, сборке и разборке учебного оружия, переноске пострадавшего. Также участникам предстояло надеть противогаз и боевую одежду пожарного за короткий промежуток времени. Гражданская оборона у нас еще развивается. Мы вошли в состав еще в 90-х годах международную организацию. С тех пор у нас ежегодно данное мероприятие проводится все лучше и организованнее. И именно население уже знает, что такое гражданская оборона и как действовать в случае чрезвычайной ситуации. И в завершение приятный бонус. Карагандинских школьников накормили обедом, приготовленным на полевой кухне. В мероприятии были задействованы все спасательные подразделения областного департамента по чрезвычайным ситуациям. По словам организаторов, подобные мероприятия будут проводиться на протяжении всего месяца. Андрей Тен, Яна Гапонова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Создатели картины «Айка» встретились с карагандинскими журналистами и зрителями. Режиссер и исполнительница главной роли в фильме ответили на многочисленные вопросы. Встреча с Амалой Яслямовой и Сергеем Дворцевым состоялась в кинотеатре «Саржайлау». Так карагандинцы встретили Самалу Яслямову и Сергея Дворцевого. В мае 2018 года этот тандем сотворил историю. Впервые казахстанская актриса выиграла приз в номинации «Лучшая женская роль» Каннского кинофестиваля. Высшую награду Сама принесла роль в фильме «Айка» Сергея Дворцевого, который также является выходцем из Казахстана. В шахтерскую столицу звездные гости приехали, чтобы встретиться со зрителями и ответить на их вопросы. Создатель картины рассказал, что в роли Айки он не видел никого, кроме Самал Яслямовой. Я изначально знал, что Самал будет играть эту роль, потому что я ее знал еще из «Тюльпана». И даже больше я делал, писал сценарий под нее, конкретно под ее психофизику. Знал, что она исполнять будет. Конечно, я не делал сценарий, не делал сценарий характер Самал, ее родной характер. Но я менял все так, чтобы все-таки это была другая женщина, но учитывал, конечно, ее. Актриса рассказывает, что с первых дней ощущала всю тяжесть ответственности за исполнение столь сложной роли. Меня двигал интерес, большой интерес к этой работе. Мне очень хотелось сделать большую роль в таком хорошем кино. Это было для меня как бы основополагающим таким фактором, который двигало меня, несмотря ни на какие сложности. Конечно, я понимала и отдавала себе отчет, что это будет очень сложная роль. Первые пять дней после родов, я думаю, что даже девушки, у которых есть дети, им будет сложно играть эти пять дней. А мне нужно было просто очень долго изучать. После встречи с журналистами состоялся показ фильма в кинотеатре «Саржайлау». Картина не оставила зрителей равнодушными. Карагандинцы с радостью поделились своим впечатлением от картины. Этот фильм отражает проблемы, которые есть в нашем обществе. Я думаю, что этот фильм послужит своего рода воспитанием для молодежи. Это очень хорошее кино. Фильм правдивый, этим он и нравится. Это были все новости к этому часу. Я вам желаю приятных выходных и оставайтесь на Первом Карагандинском. С нами интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова